Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поделиться нашими челленджами, результатами. И давайте сразу перенесемся на экран монитора. Я вам сейчас все покажу, все расскажу. Итак, мы сейчас с вами переместились в нашу группу. Давайте посмотрим, что же здесь у нас было. Итак, это вводное видео по материалам, те, которые нам понадобились на нашем челлендже. Все, все про краски, про разбивители, про палитры, про кисточки. Это я вам все сразу рассказываю. Дальше у нас первый день нашего мастер-класса. Здесь, как обычно, у нас список красок и также референсы. Вот само видео, сам референс, моя готовая работа. Также рисунок, который мы делали в этом видео. И распечатанная копия, то, как я объясняла все на ней. И давайте продвинемся дальше. Второй день мы рисовали вот такого вот чудесного котика. Очень красивого. Он у многих очень здорово получился. Сейчас мы посмотрим все эти результаты. Это был второй день. Те же самые у нас краски. Формат моей работы. Референс, по которому мы писали данного котика. И так и далее. Дальше у нас был третий день. Это также здесь весь материал. Есть видео большое. Вот час сорок оно шло. Мастер-класс. Моя работа, которую мы писали в этот день. И все необходимое также прилагается к каждому дню. В четвертый день мы писали вот такого рыжика красивого. У многих он удачно получился. А вот глаз вот этот вот вообще получился у всех просто шикарно. Вообще ни к одному глазу у меня не было никаких претензий. Также здесь, как видите, мы делали рисунок. Все это я еще в фотоформате прилагаю. Но это есть, конечно же, в каждом видео. День пятый мы писали сибирскую кошечку. Вот по такому референсу. Очень интересная картина. Получились тоже отличные результаты у всех участников. В шестом дне мы писали вот такого котечка. Интересного, пухленького, хорошенького, красивенького. С сочными живописными мазочками. Вот по такому референсу. Я думаю, что результат, как у меня, так и у участников, конечно же, всех удовлетворил. Всем все понравилось. Также в седьмом дне мы писали вот такого котика. И по такому референсу. Также все фотоматериалы я предоставляю. Видео, видео, фото, все есть. Чтобы вам было удобно просто посмотреть, открыть, например, рисуночек. Посмотреть, сравнить его со своим, что получилось. На восьмой день мы писали вот такого чудесного котика в контуражур. По этому референсу. Также есть видео и фотоматериалы. Следующий у нас. Предпоследний девятый день мы рисовали вот такого котеечка тоже в контуражур. Интересного. Очень у многих красиво получился. Здесь также я прилагаю рисунок. Тот, который у нас был в видео, в мастер-классе. И референс, по которому мы работали. Также обязательно список материалов и формат моей работы. Ну и последний котик у нас в десятом дне мы рисовали такого сиамского интересного героя. Вот по такому референсу. И также все материалы, а также рисунок я все прилагала к этому дню. Итак, друзья, я думаю, что всем сейчас интересно посмотреть именно то, что получилось у наших участников. Давайте мы заглянем в нашу группу, в нашу активную переписку. Я буквально только сегодня делала, сейчас утром делала все разборы. И мы сейчас посмотрим все. Вот они фотографии наши, всех наших участников. Немного отмотаем вниз. Участников было очень много. Все желали научиться рисовать котов. Конечно же, это классно. Потому что все получили огромное количество новых знаний, новых навыков, новых умений. И это не может не радовать. Итак, вот такие, посмотрите, чудесные, прекраснейшие котики. Вы их нигде не можете увидеть, поэтому сейчас внимательно все смотрите. Группа закрыта, доступа к ней нету тем, кто не оплачивал и тем, кто не работал с нами. Поэтому можете вот сейчас посмотреть, какие котики. Но я некоторых публиковала, да, там буквально в первые дни. А какие котики у нас получились. Здесь участники делились своими, естественно, котами. В течение этих 10 дней пока шелченыш я уже рисовала на свою свободную тему, на свои свободные темы. И также делилась с участниками, вот этими ежиками, да, всеми. Вдохновляла их. И вот такие вот чудесные работы у нас получались у всех участников. Все очень разные такие, как и сами владельцы этих работ, авторы очень-очень разные. Давайте вот я просто так вот полистаю. Здесь вот у нас первые котики. Потому что у меня что-то ноутбук не дает листать по отдельности. Посмотрите, да, какие замечательные шедевры получились. У наших участников очень-очень много котов. Вот какой котик замечательный, шикарный. Очень много котов красивых, интересных, живописных. Получалось у наших участников мы нарисовали более тысячи работ, как и во всех моих предыдущих челленджах. Очень-очень много было работ у участников. Все, конечно же, большие молодцы. Вот такие вот работы, посмотрите, да, великолепные. Все настолько разные. Мне всегда невероятно интересно смотреть, какие же работы получаются у участников. Также вот я делилась своими тут картинами. То, что рисовала, вдохновляла, чтобы никто не отставал от других участников. Все рисовали и трудились каждый день. Челленджи был не такой длинный. Десять дней всегда пролетает очень быстро, очень незаметно. И сейчас еще в течение месяца я буду делать разборы. Мы будем работать с каждым участником. Я буду смотреть их картины, комментировать их еще до 18 октября. Конечно же, все участники общались между собой. Была хорошая такая дружная, атмосферная обстановка в нашем чате. Все делились какими-то своими секретиками, своими нюансиками. То, что понравилось им в данных мастер-классах, что не понравилось. А также, как и многие, да, вы знаете, любят критиковать свои работы. Что, конечно, мне не совсем нравилось. И вот такие вот результаты у нас получились, друзья. Замечательные, шикарные результаты. Вот смотрите, да, у участницы целая кота-коллекция получилась, как я и планировала. Чтобы у всех участников были такие коты шикарные на память. И, возможно, потом они подарили бы их своим родственникам, друзьям. Много красивых, замечательных работ. Вот они все, 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 все. Все такие разные, индивидуальные. Каждые котики получались своими характерами. Все участники, конечно, очень старательно относились к каждой работе. А скрупулезненько вырисовывали каждые усики. Все усики старались делать их тоненькими, изящными, красивыми. И вот тысячи-тысячи работ получились у нас в итоге. Буквально за 10, чуть больше дней. Сколько уже сейчас прошло с момента начала челленджа. Также я делилась тут своими картинами. И вот такие вот замечательные кисы у всех получались. Мне очень понравилось друзьям с вами работать, с вами сотрудничать. Все очень талантливые художники, все очень талантливые участники. Да, вот смотрите тоже, какая замечательная работа. А какие прекрасные цвета, прекрасный колорит в картине. Рыжиков очень охотно все художники, участники рисовали. То есть коты получились, друзья, обалденные. Поэтому, конечно же, я хотела с вами поделиться результатами. Обязательно, обязательно. Можно смотреть их достаточно долго. Все работы прям суперские, много разных. Хотела поделиться с вами именно результатами. Потому что считаю, что для вдохновения, даже те, кто с нами не принимал участие, для вдохновения, для нас, для художников, это очень немаловажно. И я также, меня участники все вдохновляли. Все старательно поддерживали друг друга. И вот такие вот результаты у нас получились. Также у нас, как обычно, очень активный чат. Вот все мои разборы, все голосовые мои комментарии со всеми участниками. Мы разбирали всех недостатки, все хорошие моменты. Обязательно я обращала внимание. И все вот эти вот каждый день мы тут общаемся, общались. Поэтому, конечно же, я хочу поблагодарить, во-первых, всех участников, кто принял участие в нашем челлендж КОТО, в нашем КОТО челлендже. Мне очень приятно, что вы мне все эти 10 дней доверяли, что вы активно работали, поддерживали друг друга. И я с вами прощаюсь на этом. Всем огромное спасибо за просмотр этого видео. И всем пока-пока.